Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 39 глава, небольшая, и в ней говорится о событии, связанной с жизнью и царствованием царя Иезекии. И содержание этой 39 главы соответствует тому, о чем говорится в 20 главе 4 книги царств. То есть повторяется то же самое, о чем было в 4 книге царств. И с совершенно незначительными вариациями этот рассказ совпадает с рассказом 4 книги царств. Вот что пишется. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. Весть о выздоровлении иудейского царя Иезекии дошла до Вавилона, до религиозной, культурной столицы всего Междуречия. Следует здесь небольшую дать историческую справку. Кто такой Миродах Валадан? Точнее его имя звучит Мордук Аплаиддин. Имеется в виду Мордук Аплаиддин. Второй. Мордук дал наследника. Мордук, вавилонское божество, дал наследника. Так переводится его имя. Правил он Вавилоном, городом Вавилоном. Правил приблизительно с 722 по 710 года до н.э., а потом с 703 по 702. Был вождем халдейского племени Бит-Якин и претендовал на царское происхождение от этой рибы Мордука. Впервые его имя упоминается в Анмалах Теглад-Паласара III. Среди имен халдейских вождей, принесших ему дань в 731 году. Теглад-Паласар III, ассирийский царь, держал твердо власть в своих руках. Но вот потом, после смерти Салмонасара V в 722 году, Салмонасар V умирает во время осады Шамрона, столицы Израильского царства Северного. После него Салмонасара V будет Саргон II. Вот такое междоцарствие. И во время этого междоцарствия, тем более, когда Салмонасар V и Саргон II заняты покорением Израиля, происходит восстание в Вавилоне. Ассирийцы давно подчинили и покорили Вавилон. Но вавилоняне не хотели подчиняться ассирийцам и часто поднимали восстание. И мятеж, желая царствовать сами. Теглад-Паласар III, как известно, специально отправился в Вавилон и там короновал себе и получил тронное имя Фул. Точнее, Пул. Это имя тоже упоминается в Священном Писании. Он не только фиглофилосар Теглад-Паласар III. Он еще и Пул, вавилонское имя, тронное, он хотел быть царем не только ассирийским, но и вавилонским, поэтому короновал себя в Вавилоне. Пул означает обожженный кирпич, ни больше, ни меньше. Может быть, саманный, может, просто кирпич. Вот такое имя было у Теглад-Паласара III. Но это была давняя история, прошли десятилетия, примерно полтора десятилетия. И во время междуцарствия Салмонасара V и Саргона II, Мардук-Апла-Идин, вот этот самый Миродах-Баладан II, он заключает союз с Саламом, это на восток от Вавилонии, и поднимает мятеж вместе с Саламом против ассирийского владычества. Саргон II, преемник Салмонасара V, отправляется походом на Вавилонию после захвата Шамрона, Самарии, походом на сам город Вавилон, в котором провозгласил себя царем вот этот самый Миродах-Баладан, то есть Мардук-Апла-Идин. Но терпит неудачу, терпит неудачу, и поход оканчивается для ассирийцев плачевно. В сражении у Дера Саргон терпит поражение от эламского царя Хумбан-Никаша, союзника вавилонян, и Мардук-Апла-Идин с войском спешит на помощь своему эламскому союзнику. Вавилоняне прибывают к сражению, когда ассирийцы уже обратились в бегство и бежали от эламитов, от армии элама. Ну, известно также, что этот самый Мардук-Апла-Идин, он конфисковал имущество вавилонских храмов, чрезвычайно богатых, для удовлетворения нужд союзников и собственного войска. Вызвал тем самым ненависть со стороны жречества вавилонского знати и возмущение привилегированных городов. Ну, такая вот небольшая справка. Дальше будет борьба за вавилон, долгопродолжительная борьба, в общем-то, характеризовавшая всю жизнь Мардук-Апла-Идина. И вот этот Мардук-Апла-Идин, Миродах-Валадан, оказывается на страницах священного писания. В 4-й книге царств мы читаем о нем и читаем о нем в книге Исаии. Конец 8 века до Рождества Христова. Это время было интересное, очень насыщенное событиями. Время возвышения Ассирии, время гибели Северного Израильского царства и больших испытаний, которые испытало Южно-Иудейское царство в результате находа походов, разных походов, нашествий ассирийцев. Следует сказать, что книга Исаии, она не всегда хронологически выдержана. Иногда последующие события предшествуют в композиции этой книги тем, которые должны описываться ранее. Вот. Присылает, значит, он письмо к Исаии царь этот самый Миродах-Валадан. Это было посольство. Послы прибыли. Царь обрадовался, мы читаем во втором стихе, обрадовался посланным Исаии. Показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и аромат, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Исаии в доме своем и во всем владении своем. Сам царь Вавилонский прислал посольство. Надо показать все, похвастаться. И это было очень плохо. Вот он исцелился от своей болезни. Господь дал ему жизни. Но ума у Исаии, видимо, не прибавилось. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе. И Иезекия сказал, из далекой земли приходили они ко мне из Вавилона. Город Вавилон. Баб-Эль. Ну, народная этимология говорит, что происхождение этого города от глагола Балаль, что значит смешивать, перемешивать. Но это народная этимология, потому что ламет-ламет, а в Бавэль глагол Балаль – это бейт-ламет-ламет, а в Бавэль – это бейт-ламет. Вот два бет и буква ламет, а там наоборот два ламет, бет и два ламет. То есть корень не совпадает по одной из корневых, но народная этимология считает, что этот город происходил от названия города, от глагола смешивать. Потому что в 11 главе книги Бытия мы читаем о том, что именно там Господь смешал языки, когда люди пытались построить башню до небес. Это было там, где находится город Бавэль, Вавилон. Ну, другая этимология, более, может быть, надежная, говорит о том, что этот город Бавэль, Вавилон – это Баб-Эль. Баб – это ворота, Эль – это бог, божьи ворота, врата божьи. Вопрос дискутируемый, существуют разные гипотезы происхождения этого названия. «Изекия хвастается, говорит, с далекой земли приходили они ко мне из Бавэля. И сказал Исайя, что видели они в доме твоем? Изекия сказал, видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. Что ты делаешь, Изекия, Вавилон, ничем не лучше ассирийцев, и Ашур, и Бавэль, и вообще Междуречия, Арам Нагораем. Это все твои враги. И рано или поздно придут вавилоняне и возьмут эти твои сокровища, которыми ты так хвастался. Были сокровища твои, станут сокровищами вавилонян. Да, это будет не при тебе. Это будет спустя много десятилетий после тебя, но это случится. И сказал Исайя Язекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Пророчество это сбудется при царе Вавилонском Новохудоносоре. Когда сирийское владычество закончится, наступит новая вавилонская эпоха. И вот в начале этой новой вавилонской эпохи придет конец иудейскому царству. Иерусалим будет разрушен, храм сожжен, царский дом, вся его знать, и сыновья царя, да и сам царь будут отведены в оковах в Вавилон. И, конечно же, все сокровище, что в твоем доме собрали отцы твои, говорит Исаия Язекии, оно тоже будет отнесено туда. Вот, казалось бы, пройдет много десятилетий, и много других грехов будет у иудеев. Грехи моносии, они вопиют к небу. Но вот то, что совершает Язекия по неосмотрительности своей, по неосторожности, по недостатку царской мудрости, оно тоже является одной из причин гибели иудеи. Одной из причин того, что и дети его окажутся в плену, и все сокровища, которые накопили, непосильным трудом накопили Давид, Соломон и все другие цари, тоже окажутся в руках вавилонян, чтобы наполнить дом царя Вавилонского. Евнухами были при гаремах вавилонского царя, Евнухами были сыны царские. Вот такое плачевное состояние потомков Давида, царей иудейских, скоро уже, ну, относительно скоро, два поколения примерно пройдет, два с небольшим поколения, постигнет эта участь потомков Язекии. И сказал Язекия Исайя, удивительная его реакция, благослово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут во дни Мои. После нас, да, хоть потоп, хоть трава не расти. То, что ты говоришь, Исайя, говорит ему Язекия, как бы перефразируем, это будет не со мной, это будет с моими далекими потомками, не с сыном и даже не с внуком, с правнуками. Вот, случится это, о чем ты говоришь, наказание. А в мои дни, и в дни сыновей моих, будет благоденственное житие. Мир и благосостояние пребудут во дни Мои. Да, действительно, ассирийская эпоха продолжается. Язекия признает вновь свою вассальную зависимость от ассирийских владык, выплачивает огромную дань и сохраняет призрачную независимость своего царства, сохраняет в целости и сохранности Иерусалим, сокровища своего дворца. Все это сохраняется, сохраняется его жизнь, жизнь его детей. И поэтому он благодарит и говорит, что слово Господне благо. В чем видит благость языки? В том, что это случится не в его дни. Ладно, что там будет в 22 веке? Нас не интересует. Мы живем в начале 21, в 1-й, 3-й, 21-го. Что там будет через 3-4 поколения? Нам неинтересно. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Такой тост содержится в Библии. Тост людей глупых и неразумных. Вот так нельзя жить. Нельзя жить, как Язекия. Нельзя жить, не думая о будущих поколениях. Земля. И все, что на ней принадлежит не нам. Господь ее дал нам в пользование. Но это земля Господня и все, что на ней. И дал Он в пользование не только нам, но и тех, кто придут после нас. Поэтому, если мы заботимся о всем том, чем мы обладаем, если мы относимся бережно ко всему, что нам дал Господь, и стараемся сохранить для грядущих, для будущих поколений все это, весь этот Божий мир прекрасный, то тогда это праведно, тогда это хорошо. А если мы потребляем, если мы истребляем землю, и небо, и воздух, и землю, и почву, и море, губим своей деятельностью человеческой, то ничего хорошего в этом нет. Другие будут страдать из-за этого, но ответственность ложится на нас. Вот ответственность Господь возложил и на Изякию, послал к нему Исайю пророка, который изрек очень грозное пророчество о том, что за это последует наказание, за то, что ты показал врагам все, что не тобой накоплено было, не оставил никаких секретов в твоем дворце, в твоем царстве, и все вавилоняне высмотрели, всю наготу дворца твоего они увидели, все твои сокровища. Вот за это тебя ждет не тебя, но потомков твоих наказаний. Очень важный урок можно из этой главы вывести. Ну, глава на этом заканчивается. Изякия заканчивается словами Изякии, обращенными к Исаии, в котором он говорит, что слово Господне, его адрес было благим, и во все его дни действительно пребывали мир, благосостояние. Этот мир и благосостояние по долготерпению Божьему будут пребывать еще и при сыне его Моносии, при внуке его Иосии. Но вот потом наступят трудные времена. Уже не ассирийцы, а вавилоняне. Те самые вавилоняне, вавилонцы, которых откуда пришло посольство к нему с письмом от царя Вавилонского, вот эти самые вавилоняне, Господь их рукой накажет иудейское царство. Итак, эти главы, чтение которых мы закончили, 36, 37, 38, 39, 4 главы, ими оканчивается первая часть, первый раздел книги пророка Исаии. Почему-то такая композиция так была составлена, чтобы вот эта первая часть, первый раздел книги Исаии заканчивались этой исторической вставкой, этими четырьмя главами, которые находят параллель, параллель, которым имеется в четвертой книге царств. То есть материал четвертой книги царств был вставлен, ну, с определенной редакторской правкой, например, молитва языки в 38 главе и так далее, был вставлен в книгу Исаии в завершение первого раздела этой книги. Дальше с сороковой главы, уже совсем иной тон, мы уже не встречаем в последующих главах от сороковой по шестьдесят шестую самого Исаию, не встречаем имена его современников, и по своей тональности, по своему содержанию также эти главы резко отличаются от тех глав, которые принято выделять в первый, в отдельный раздел книги. Между 39 и 40 главой можно провести вот эту разделительную линию, которая отделяет первую часть книги Исаии от последующих ее частей. 40 глава, к чтению которой обратимся при следующей нашей встрече, она будет содержать очень важные, великие пророчества, пророчества, обращенные к Израилю, пророчества о его возвращении из Вавилонского плена, долгого, 70-летнего Вавилонского плена. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...